А вас слышим. Блаженны, когда будут вас гнать и всячески злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Сейчас читаются вот эти слова 2000 лет во всех храмах. Я еще нигде не читал, чтобы дали объяснение на слово за меня. Гонений много на земле, преследований. Всегда были они и будут гонения. Но за Христа конкретно, вот сейчас реабилитируют, канонизируют во времена советской власти пострадавших от лютого безбожия. Конкретно за слово Божие кто? Назовите прямо, не то что сейчас, а через неделю придите дома, посмотрите, сможете достать литературу, выпросите у священников, можете сказать в епархии, скажите, канонизировали людей, расстрелянных, вы здесь монастырь расстреляли, но за Христа кого? За слово Божие? Я пока не знаю. За что? За сопротивление и изъятие церковных ценностей. В первую очередь, их не должно было быть ценностей. Церковь это бедная невеста. И об этом сказано, как она была брошена, он поднял ее Господь и наградил духовными дарами. Сопротивлялись. И поступил приказ из Кремля расстрелять с бешеной энергией как можно больше, чтобы на десятки лет вперед мыслей не было сопротивляться советской власти. За изъятие церковных ценностей. Ни одного баптиста за изъятие церковных ценностей не расстреляли. Почему? Да их не было там. Вот последние годы тоже сажали. Я практически знаком со всеми, кто начиная с 70-го года были посажены. Ответ один не за слово Божие. Другое. Или торговали иконами, или собирали деньги на строительство храма, или боролись против старосты, засилие старост было это страшное время. Да это и нужно было. Но они подпадают под эту статью. Под Евангелие 5.11. Их никак нельзя подвести. Чтобы гнали вас и всячески злословили за имя мое. А как? Ну вот собираются судить Павла. И главный начальник, Фест, Феликс, и они рассуждают. А вот мы человека держим в узах, это Феликс говорит, который был взят за то и начинают перечислять. Спорят о каком-то имени. О каком-то Иисусе, называемом Христом. О котором Павел говорит, что он жив. Ничего в обвинительном-то больше и нет. Это конкретно записано в Евангелии. И когда мы читаем допросы первых христиан, везде разговор шел о Христе. Кто вы такие? Против кого идете? Почему жертву не приносите? О какому-то плотнику? Речь шла только конкретно о Христе. И значит, никогда не проповедуя об этом, готовят крепких верующих, но не за Христа. А за что? А я за то боролся и начинаю перечислять. За кого-то. За какие-то порядки, но не за Христа. За прошлые годы, когда летовала советская власть во времена еще последнего Хрущева, много сажали. Под разными статьями подводили батюшек. И я знаю, какие статьи. Самые негодные. По женской линии. Хотя они были невиновны. И в это же время шли обильные процессы против ваптистов, так называемых отделенных. Приносили жертву детей. У них стандартное было. Ничего нигде не подтверждалось. Конечно, никого не приносили. У них по 10, даже по 18 детей было у некоторых. Какие же там жертвы-то? За то, что они проповедовали о Христе. В конце концов, на поверхности осталось одно. Вы совращали людей. И из активных строителей коммунизма делали пассивных созерцателей. Вот и все. Значит, сегодня, рассматривая историю новейшую и нашу, мы можем сказать, что православие вообще не относится к этим стихам, а поет. Блаженны, когда вас будут злословить. Мы сначала постараемся узнать, что такое злословие, где не надо злословить, а потом подведем к тому, что сказано прямо о Христе. К нам. А выходит, что благо для людей, когда их поносят и поносят несправедливо. Последние книги Откровения говорится так. 2.9. И вот ты претерпел злословие от тех, которые называются иудеями, но они не суть таковы. То есть самое главное преследование за Христа было от иудеев. Даже в таинственной книге и то они называют себя иудеями. Показывать паспорт еврея нет. Никакого отношения вы к ним не имеете. Иудеи это только тот, который имеет свидетельство о Христе в самом себе. Это так говорит Иоанн Богослов. Называют они это. А как не называть? Это же миллионы людей. Но не лгут. Почему? А дальше объясняют. Потому что дети сатаны. Сатана гонит людей. А почему же вы гоните? Истинный иудей тот, который свидетельствует о Господе, созерцает небесное царство. Бытие 12.3. Господь говорит так, благословляющих тебя я благословлю, а проклинающих тебя прокляну. Это отношение к верующим, отношение к избраннику Божию Аврааму. И мы должны это помнить. И мы должны это помнить. А что нам сегодня делать? Как относиться к Аврааму? Как к чадо? Как к отцу? А ему заповедано было благословение падать на нас. Ему-то было сказано, что родиться от него тот, которому поклонятся все. Это речь шла, конечно, о Христе. Исход 21 глава 17 стих. Кто злословит отца своего или матерь свою, тот должен быть предан смерти. Книга Исход. Я говорил о злословии. Есть злословие такое в России, чтобы матерно плохо о матери отзывались? Ни одной страны и такое нет. И отсюда вывод прокляты. Все. Все матерщинники, поминающие отца или мать, прокляты. Разве не знают об этом церкви? Почему это не вынесли на первое место? Никто не расследовал происхождение этого слова. И как это допустили? Как могли, что в церковь приходят люди, которые одевались в мужскую одежду? У нас есть кто тоже, говорит, я любила одевать там брюки, но принесла покаяние. Господь говорит, ты сглажил грех и брошил за своих ребят. Но сегодня в храмы приходят те, и даже приходят одеты именно так. И никто их не останавливает. А это мерзость. То есть места святости наполнились мерзостью. Но можно выйти и сказать-то это сегодня. Так они меня тогда не поймут, а отвернутся и будут преследовать за Христа, за Слово Его. Ты хочешь, чтобы тебя преследовали, говорит Иоанн Ватауст? Иди облечить Ирана. И скажи, Христос призывает, Христос повелевает, Христос гринет. И ты увидишь, какая будет реакция. Ты получишь вес, такой же, как Иоанн Креститель. Исход 22 глава 27 стих. Судей не злословь, и начальников народа твоего не поноси. Каких судей? А то есть по правилам, какие есть в законе Божьем, судьи поставлены, чтобы судить. А как поносит? Так он не исполняет. Это открытие правды, а не поношение. А если судья выносит приговор, и тебе не нравится, потому что не по-твоему, ты поносишь его. Я расследовал все суды, которые у меня были, и думаю, а если бы внезапно открылось что-то, ну тут не могло открыться, все на мне сконцентрировано. Но допустим, я бы узнал, что не так, а решение суда вынесло, вступило в законную силу. Приложил бы все силы, чтобы развернуть обратно и показать невиновность того человека. Вот только так можно оправдаться. Не просто явка с повинной, но что награбил, спрятал, верни. Так и здесь. Восстановить честь того, с кем ты воевал. Те, которые осудились, ни один не пришел, не сказал, а убедились, что это не так. Ни один. Что это? Это означает где-то около грани холона Духа Святого. Когда нет покаяния. Книга Левит. 16.14. Не злословь. Глухого. Иди, хлади преткновение перед слепым, чтобы ему не приткнуться и не пасть. Бойся Бога твоего. Я Господь. Знаете, интересно, посмеяться, глухое не слышит. У нас какие выражения-то еще найдутся? Не злословь. Бойся, потому что это самое ты можешь завтра получить внезапно. Встанешь утром и ничего не слышишь. Да и глухим делай ты слепым. Кто? Бог. А почему? Да мне это очень полезно быть, чтобы я личного не слышал. Я слышал слова слепого, который говорит. Я слышу, что люди смотрят. Как я благодарю Бога, что я ничего этого не вижу. За это я отвечать не буду. А за глаза многое придется отвечать. Мы сейчас считали, какие вожделения идут через зрение. Если бы Ева была слепа, и грехопадение бы не совершилось. Она бы не увидела, что древо дает знание, и оно вожделенно. Вторая книга, Царь 16, 5. Случилось, что родной сын царя и пророка Давида поднялся на него и сверх. Во многих была печаль. Но один человек жил в государстве, молчал, но вот он вырвался на свободу. Семей сын Геры. И когда он отступал из города, он шел по склону горы и злословил его. И говорил, уходи, уходи, убийца. И беззаконник. А Веса, и двойной начальник говорит, позволь, я сниму с него голову. Давид говорит, позволь ему злословить. Потому что он не сам по тебе пришел. Оставь его. Пусть он злословит. Ибо Господь повелел ему. Может быть, Господь призрит на мое уничижение и воздаст мне. Да будет благословен Господь за теперешнее его злословие. Вот как можно смотреть. Злословие ты несправедливые, ничего нельзя сделать. Он, Давид, не имел никакой власти. Да так. А Господь это видит. Как ты это примешь? Не за веру. Лично за мои поступки злословие-то. Лишь о вере не было. Он говорил, ты беззаконник, уходи. Но обида была горькая нанесена ему. Он старался. И вот наступило время прощаться с жизнью. Третья книга. Стар. Вторая глава. Восьмой стих. Уже при последнем издыхании Давид дает наказ. И говорит. Вспомни семей сыну Геры. Он злословил меня тяжким злословием. Уже все. Прощенное воскресенье. Жизнь на исходе. Но та горечь осталась. Как трудно все-таки прощать. Давид не мог его простить. А нам это дарится. Почему? Потому что во имя Христа. И Давид наказал Соломону. И Соломон, как добрый сын, выполнил это. Он тяжким злословием злословил. Давид, да зачем тебе это нужно? Ты же умираешь уже. Ну и пусть. Нет. Зло плодится. Зло должно быть отмщено. Другим будет пример, чтобы они этого не делали. Россия является примером для тех, которые еще не познали такой тяжкой руки Господней. Как говорит, есть мальчик для битья обид, чтобы другие боялись. Мы в таком же состоянии. У нас вышел 17 том, где говорится все о соборе, о высказываниях. Я прошу вас ознакомьтесь. Эта книга для вас будет руководством в мае. Нас будут очень сильно злословить. Я предчувствую это. Потому что мы стоим на той позиции покориться решением собора, который был у Сан-Франциска. Но не больше. Ни одного шага. А они переменяют это. Хотят, чтобы мы влились, пришли к местному епископу с покаянием, что мы раскольники и прочее. Этого никогда не будет. А ты скажешь, а я хочу так. Читай книгу. И в мае месяце вы еще раз проголосуете. Желаете уже не в пленение, а в дом мужеложества. Я так назову. Садом. Я не желаю. Да и незачем нам это делать. Мы идем в пленение, понести поругание. И там за свидетельствием о Господе распространить веру Христову. И с нами будет Господь. Прочтите обязательно. Мне сейчас уже звонят и говорят. Мы никогда не знали. Таких материалов вы не достали. Время быстро уходит. Мы уже в феврале стоим. Совсем рядом где-то. Тяжким злослоем нас будут поносить. А мы будем надеяться на Бога. В Салмопеве 44.19 И он говорит кому-то, непонятно. Уста твои открываешь на злословие. Вот этого надо бояться. И злослоешь брата твоего. Ну и должно это, наверное, перенести. Первое к Коринфянам 4.12 Нас злословят, а мы благословляем. Вот какое лекарство. Такое было с Яном Милостивым. Когда он узнал, что племянника его тяжко поносили. Думали, теперь, имея власть как патриарх, он накажет. А он его одарил всеми дарами. И тогда сказали, нет большего счастья, как сделать со врагом ему. Вот сейчас бы кто-то узнал, вот такой-то воздает так. Если его обругаешь, а он тебе 10 тысяч заплатит. Наверное, в очередь бы стали. А вот есть такие люди, которые деньги платили для того, чтобы их поносили. Чтобы испытать себя, а годен я для этого или нет. И когда кто-то подошел и стал ругать его, он говорит, я за это деньги плачу, а ты даром. Как я могу тебе воздать за это? Вот надо дойти до этого. А тут одно только слово какое-то сказали. Все, а он меня обозвал коровой. И тут сразу нашли, корова дает молоко. И как это полезно. Назвали меня свиньей. А ты знаешь, на свинье буквально все государство стоит. Это так полезно. И от нее столько пользы. И что бы ни сказали, да, песные цыдят, крохи. Надо научиться возвыситься над злословием. Что бы ни сказали, ты скажи, а я хуже того. Ты обо мне все никак не знаешь. Нет такого сравнения, нет такой твари, ниже которой не пал бы человек. Иоанн Златоуст говорит, что если леп, то он потерзает на других, не своих. Если из меня, то жалит только. Если наелся волк, он лежит. А человек превышает всех в своем злодействии. Титу, 3-2. Прямое повеление. Никого не злосложно. Псалмателец, Давид, 68-10. И говорит так. Ревность по доме твоем снедает меня. И злословие злословящих тебя падает на меня. Если мы людям сделаем какое-то замечание, что они неправильно себя ведут в храме, вот где вы будете, а вам придется там быть, вы понимаете, как вас будут злословить. Вы свои порядки наводите. Идите там к своим баптистам. Я слышал многократно это. За то, что ты желаешь навести порядок в доме Божием. Притча Соломона, 27-11. Будь мудр, сын мой. Я буду иметь, что ответить злословящим меня. Родители часто терпят поношение за ней, правильное воспитание детей. А где твои сыновья? Или у тебя наркоман и сидит в тюрьме. Поэтому грех, совращающийся с прямых путей Господних, не только его, но падает и на его, кто воспитывал его. Вы не забывайте, из какой вы общины, где мы находимся. Что вы будете делать не так, меня сразу это достигнет. Сразу кольнут меня и батюшку. Вот ваша учеба, вот ваша проповедь до чего довела. А вот какие ваши люди. Я это уже слышал. Притча 27-1 об этом говорит. И 27-14. Кто хвалит друга своего с раннего утра, того сочтут за злословящего. Очень интересное место. В похвалах сильно не рассыпайся, а помолись за него. Как к одному проповеднику подошел, подошла сестра и говорит, ну брат, ну как ты сказал сегодня? Это прям с Христос ты-то так мог сказать. Он говорит, ты не первая подошла. Когда я проповедовал, уже сатана ко мне первая подошла и сказал, сегодня проповедь у тебя удачи. Ты уже вторая за ним подошла. Так что лишний раз не хвалите ни проповедующего, ни батюшку. Сказал все, поблагодари Бога и помолись. Сочтут за злословящего. Притча 30-й глава 10-й стих. Не злословь раба его пред господином его, дабы он не проклял тебя. Ты имеешь куда-то доступ, не жалуйся ни на кого. А то приходят на исповедь и как будто бы в суде какой-то донос делают. Ты о своих грехах расскажешь. Я сказал, приготовьте к воскресению на такую тему, один из Потеряевки. Почему я такой вредный? О себе каждый. Ко мне сразу один подошел, так я про тебя должен все узнать, какой ты вредный. Да про меня не надо. Ты про себя расскажи. Почему ты вредный такой в семье? Почему ты детей не наставил на истинный путь? Почему так? Экклесиаст 7.21.22 Не на всякое слово обращай внимание. Ибо сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил друга. Припомни, когда ты тоже не так говорил. Экклесиаст 10.20 Таки в мыслях твоих не взросло царя и богатого. Ибо птица небесная может перенести твое слово. Как многие за язык сидели в 37 году и далее. Одно слово не так только. Сказал и тут же его расстреляли. Вот Гитлер ты прет. Он в Барнаул может дойти. Все, сразу услышали, расстреляли. Стоило тебе эти слова говорить? Да ты промолчал бы. И сказал, да будет воля твоя, Господи. Вчера только на кого-то ставили, поносили другого. А он пришел сегодня к власти. Исайя 51.7 Не бойся поношения от людей, и злословия их не страшись. А если трудно, найди духовного человека, побеседуй и вместе помолись. И ты увидишь, как особенность в семейных отношениях очень трудно переносить. Приняла его в дом, или зятя, или снохуй, они тебя злословят, поносят. Прими это, как воздаяние от Господа, что он вовремя дает это испытать, чтобы упокаять вся истина. А вот сын у меня наркоман, а вот он сидит, им злословят, поносят. И соседи, да ты бы уж молчала. И ты скажи, да так, я достойно несу поругание. Это мое упущение. Надо через любое злословие подойти к своему сердцу. Марка 9.39 Никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня. Говорят, а вот исцеление бывает у других, у сектантов где-то. Не скажите ничего плохого. Я этого не знаю. Если Господь это делает, я по крайней мере знаю, что они не злословят Христа. Это абсолютно точно. Кто во имя Христа что-то делает, они во имя Христа. И Бог посылает исцеление где-то. Эти люди уже не злословящие. Деяние 13.15 Иудеи, противоречия и злословия от зависти. Изгнали апостолов. Почему они противоречили? Потому что не уверовали. Почему злословили авторитет был слишком велик? Да они же одной нации были. Да не нации это дело. Дело в принятии Христа. Говорят, есть богатые, бедные, образованные. Нет. Только два рода людей на земле. Уверовшие и неуверовшие. Для Бога другой шкалы нет. И вы научитесь также разделять. Об этом мы читаем Деяние 18.6. Но как они противились по Сеудее и злословили, то Павел, отряжший одежды свои, сказал им, кровь ваша на главах ваших. Итак, я отныне иду к язычникам. А они-то за что его засловили? За язычников. Самое главное обвинение против апостолов было даже не за то, что они Христа признавали, а за то, что говорили, что бог посылает слово спасения к язычникам. Особенно это заметно, когда он нас с Антониевой лестницей проповедовал, когда его влёг тысяченачальник. И Павел говорил, они, говорит, слушали до сего места. До какого? А он сказал, и бог сказал мне, так как евреи не принимают идей к язычникам, они подняли крик и кричали, и вопили. И здесь злословили. И Павел им сказал, не Христова кровь на вас, а ваша. Ваша кровь на ваших головах. Мы не можем этого отрицать. В это гонение будет. Почему? Потому что вы злословите. А если приняли Христа, смывается кровью Христа всякая кровь. И сегодня кто против Христа идет, кровь его на голове его. Не важно, что он, какой нации. Иоанн 4, 11. Не злословьте, Якоб говорит, не злословьте друг друга, ибо злословище брата судит закон. Вот как высоко. Вот судья стоит перед дверями. 1 Петра 2, 1. И отложите всякую злобу. И возлюбите чистое словесное молоко. Чтоб злословия не было, считай Библию. Вот наши рецепты. Чистое словесное молоко. Ну так и хочется посудить кого-то. Возьмите за правило. Как о ком-то и как думал плохо говорить. Скорее другой рукой губы зажми вместе. И скажи, если уже зубы не держат. Иногда и железные бывают. Такой маленький из еще. Все молчу, скорее к Библии. Как плохо сказал, так садись. Просчитаю 20 страниц. И все выйдет. Возлюбите чистое словесное молоко. 1 Петра 2, 12. Если нас злословят, а мы продолжаем твои добро, Петр говорит, то он не видит ваши добрые дела. И это злословие отойдет. И 1 Петра 3, 10. Он говорит о злодействующих злословием. Интересно, из апостолов никто так много не говорил о злословии. Я пока ответа не нашел. Но думаю, что Петру досталось только потому, что и сам кое-где язык не воздержал. Ему очень много пришлось претерпеть. И в посланиях он больше всего об этом говорит. Так Иуда 1, 10. Говорит о злословящих. Они злословят то, чего не знают. И вот еще вывод. Злословие, как правило, происходит от многого незнания. А потом, прости, я про тебя говорила, я судила. А ты не суди. Ты имеешь что сказать. Пойди и скажи. Докажи. Не получится, возьми двух или трех. Только такой куть. Не шепчите за углом. Никогда не перемывайте косточки друг другом. Там написано, омойте ноги друг другу, сестра, не к вам придет. Итак, апостол, это Христос нам говорит, что мы хотим получить блаженство. А одно из этих блаженств, когда нас злословят. Если это блаженство у нас не сработает, на нас оно не исполнится, все остальные могут нас даже не касаться. Блаженны нищие духом, плачущие. Почему? А виновный в одном, виновен во всем. Итак, входя в этот пост, попросим прощения. Не просто отвлеченный от злословия, а найти тех, кого ты злословил, кого обвинял. Я бы сегодня свободно мог ждать, которые ушли от нас и злословили, что мы все более и более делаемся сектой и прочее. Они злословили веру нашу, и не как-то, а за имя Христова. И о них сегодня помолитесь, чтобы Бог дал им возможность истинно раскаяться. И сами встретить никогда никого не засловили. Докажемся мы блаженными и в этом случае. Аминь. Аминь.